Квазары это очень уникальные объекты, это самые мощные квазистационарные источники энерговоделения во Вселенной. Они представляют из себя активные ядра галактик, в центре которых находятся сверхмассивные черные дыры. Масса таких черных дыр может достигать от миллиона до миллиардов, нескольких десятков миллиард масс Солнца. Поэтому, организуя вокруг себя аккреционный диск, вокруг черной дыры, когда организуется аккреционный диск, он разогревается до гигантских температур, в результате чего он начинает светиться практически во всех диапазонах электромагнитного излучения. При этом из области галактики, которая в 100 тысяч раз меньше размера в самой галактике идет излучение, превышающее излучение всей родительской галактики в десятки, в сотни, а иногда в тысячи раз. Поэтому такие объекты представляют, конечно, интерес сами по себе для изучения, во-первых. А во-вторых, они видны с очень огромных расстояний и фактически представляют из себя рентген для Вселенной. Они просвечивают всю Вселенную насквозь. При этом спектры, которые формируются в результате такой просветки из-за конечной скорости распространения света, представляют из себя не только пространственную часть, прошедшую светом, но еще и временную. Это в некотором смысле пространственно-временные фотографии Вселенной. Свет идет от квазара до нас приблизительно около 13-13 миллиардов лет, при этом проходя через различные области вещества, межгалактического вещества, межзвездного вещества, формирующихся галактик. Это вещество оставляют в квазаре отпечатки в виде абсорбционных линий. И исследование подобных абсорбционных линий позволяет исследовать состояние, физическое состояние вещества и ее химический состав в различные этапы эволюции Вселенной, то есть пока свет идет к нам. Фактически, практически от края видимой Вселенной до нас мы можем видеть, как эволюционировало вещество, как эволюционировали физические условия в этом веществе, как эволюционировал его химический состав. Одной из ключевых задач, которые решались с помощью спектроскопии квазаров, это была задача по определению первичного состава вещества, а именно определение первичного дейтерия, поскольку первичный дейтерий это тот самый элемент, который характеризует соотношение между дейтерием и водородом, характеризует первичный состав вещества, который образовался в первичном нуклеосинтезе. И от его отношения зависит количество бурионов во Вселенной. То есть измеряя отношение первичного состава вещества, первичного водорода к первичному дейтерию, можно определить, каково же количество бурионов во Вселенной. На сегодняшний день мы ответ этот знаем. Он заключается в том, что привычное бурионное вещество, вещество, которое представляет из себя все частицы стандартной модели, составляет всего лишь 4% от всего вещества во Вселенной. 96% составляют какие-то неведомые формы материи нам. Часть из них представляет из себя темную материю, часть из них представляет темную энергию. При этом определение вот этого первичного состава дейтерия, это не очень простая задача, но, тем не менее, сейчас она решается довольно с большим успехом. Свет, проходя через межгалактические облака атомарного водорода, в этот спектр квазара впечатываются мощные линии атомарного водорода абсорбционные. То есть атомарный водород выедает в этом спектре глубокие абсорбционные линии. При этом рядышком с атомарным водородом имеются линии дейтерия, которые тоже выедаются. И получается, можно померить относительно их содержания и сказать, сколько дейтерия по отношению к водороду мы наблюдаем. И мы это видим в разные космологические эпохи. То есть мы видим, какое соотношение было 10 миллиардов лет назад, какое соотношение было 8 миллиардов лет назад, какое соотношение было 5 или 6 миллиардов лет назад. При этом исследование этих облаков не ограничивается, конечно, исследованием только водорода и дейтерия. Нужно понять, до какой степени этот состав вещества первичный. И индикатором первичности или наоборот уже не первичности этого вещества являются более тяжелые элементы. То есть, наблюдая наряду с дейтерием и водородом элементы типа углерода и кислорода, ну и других более тяжелых элементов, мы можем сказать, сколько вещества прошло уже стадию звездной эволюции, и какое количество дейтерия могло выгореть в результате эволюции звезд. Поэтому для анализа первичного состава дейтерии обычно используются именно малометалличные облака атомарного водорода. Еще одна из задачи интересной, которая решается с помощью исследований спектров-квазаров, исследование физических условий в облаках, межзвездного и межгалактических облаках, существовавших на ранних стадиях 10 миллиардов лет назад. Например, 10 миллиардов лет назад реликтовое излучение, температура которого сегодня составляет около 3 градусов Кельвина, было в 3 раза больше, то есть оно составляло около 10 градусов Кельвина. Так вот, спектры квазаров позволяют непосредственно измерять температуру реликтового излучения в те далекие области. Это нечасто можно сделать. То есть, наблюдательными методами мы можем что-то мерить здесь и сейчас, а вот спектры квазаров позволяют нам измерять не только, так сказать, очень далеко от нас, но и очень далеко по времени от нас, несколько миллиардов лет назад, физические условия. Так, например, наблюдая тонкое расщепление линии углерода, мы наблюдаем и можем померить температуру реликтового излучения в те эпохи, и она согласуется с тем, что предсказывают космологические модели. Наблюдая молекулярные облака, мы тоже можем мерить и температуру внутри их, и радиационный фон, и температуру реликтового излучения. То есть, помимо атомарного углерода, молекулы СО используются для того, чтобы мерить физические условия в областях молекулярных облаков, которые существовали на тех ранних этапах эволюции Вселенной. При этом еще что мы можем измерять? Это мы можем измерять фундаментальные константы. С точки зрения современных теорий физики элементарных частиц, фундаментальные константы могут быть динамическими переменными. Их значение определяется компактификацией пространств большего количества измерений, и в принципе может эволюционировать с ходом эволюции Вселенной. Одна из первых моделей эволюции физических констант, как ни странно, была предложена Дираком еще в 1937 году. Вот спектры квазаров позволяют измерять константы в далеком прошлом, то есть 12 миллиардов лет назад, и сравнивая значения их тогда, и сравнивая их значения сейчас, мы можем либо зафиксировать изменения таких констант, либо поставить очень жесткие ограничения на их возможные изменения, что приведет к отбору вариантов, различных вариантов теории, которые предсказывают такие изменения. Ну вот то, что я сейчас рассказывал, это все относится к теоретической спектроскопии квазаров. Теперь несколько слов я хотел бы сказать о том, как наблюдают эти квазары. Поскольку излучение квазаров происходит во всем электромагнитном диапазоне волн, квазары можно наблюдать практически используя все оптические телескопы, радиотелескопы, инфракрасные телескопы, ультрафиолетовые, рентгеновские, гамма-телескопы. В России квазары мы начали наблюдать на 6-метровом телескопе специальной астрофизической обсерватории. Потом, начиная с 1994 года, Кеки, американские 10-метровые телескопы, стали наблюдать квазары. Так сказать, это стала одна из задач, которая решалась там. Там 8-метровые оптические телескопы Европейского агентства наблюдают, их Хаббл наблюдает, эти квазары. Необходимость использования самой современной техники наблюдательной, самых больших оптических телескопов в неземных орбитальных станциях обусловлена тем, что, несмотря на то, что квазары являются самыми яркими, одними из самых ярких источников во Вселенной, они находятся чрезвычайно далеко от нас. И поэтому, чем дальше находится квазар, тем сложнее его наблюдать. И для этого требуются вот как раз самые современные наблюдательные возможности. Они позволяют наблюдать и изучать как внутренние устройства квазаров, так и получать спектры этих квазаров различного качества. Спектроскопия высокого разрешения сейчас требует предельных мощностей от этих телескопов. И для спектроскопии высокого разрешения сейчас планируются уже более крупные проекты и более крупные телескопы для того, чтобы проникнуть все глубже и глубже в тайны далекой Вселенной. Продолжение следует...